Слова огласительные. Страница 249. Слово первое. Готовящимся к просвещению и о том, почему крещение называется баня по кипятия. Как вожде Ленин и любезен нам сон юных братьей! Я называю вас братьями еще прежде рождения и приветствую вас как родных, еще прежде, нежели вы родились. Я знаю, верно знаю, какой вы имеете удостоиться чести и какой власти. А тех, которым предстоит получить власть, обыкновенно все уважают еще прежде получения этой власти, чтобы услужливостью предварительно снискать себе их благосклонность на будущее время. Это теперь делаю и я, так как вам предстоит получить не только власть, но самое царство, и притом не просто царство, но царство небесное. Посему прошу и умоляю вас, вспомните обо мне, когда достигнете этого царства. Как Иосиф говорил начальнику Виночерпиев, вспомни меня, когда будет тебе хорошо. Так и я теперь говорю вам, вспомните меня, когда будет вам добро. Не из-за истолкования снов я прошу у вас этого воздаяния, подобно ему, так как я пришел не сны разгадывать вам, но возвещать о предметах небесных и преподать благовестия о тех благах, которых глаз не видел, ухо не слышало и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Иосиф говорил Виночерпию, еще три дня, и вспомнит фараон сам твой, и снова поставит тебя в старейшинство твое Виночерпие. А я не говорю, еще три дня, и вы сделаетесь Виночерпиями властителя, но еще тридцать дней, и не фараон, а царь небесный возведет вас в горнее отечество, в свободный Иерусалим, в оград небесный. Тот говорил, и подашь чашу фараону в руку его. А я не говорю, вы будете подавать чашу в руки царя, но сам царь даст в руки вашу чашу страшную и исполненную великой силой и драгоценнейшую всякой твари. Посвященные в тайны знают силу этой чаши, узнаете и вы спустя немного. Итак, вспомните обо мне, когда войдете в то царство, когда получите царскую одежду, когда облететесь в порфиру, обогренную кровью владычнию, когда наденете диадему, испускающую со всех сторон лучи светлее солнечных. Таковы дары жениха, хотя превышающие ваше достоинство, но достойны его человеколюбие. Посему я и ублажаю вас еще прежде вступления вашего в тот священный брачный чертог. И не только ублажаю, но и хвалю ваше благоразумие, что вы приступаете к крещению не при последнем дыхании, как беспечнейшие из людей, но как благоразумные рабы, готовые с великим благорасположением повиноваться Господу, уже с этого времени, с великой покорностью и рвением, подклоняйте выю души подвига Христова. Принимайте это благое иго и возлагайте на себя это легкое бремя. Хотя и равны дары благодати для вас и для принимающих таинства при конце жизни, но не одинаково расположение воли и приготовления к делу. Те принимают таинство на одре, а вы в недрах церкви, общие всем нам матери. Те в скорби и слезах, а вы в радости и веселье. Те с остинанием, а вы с благодарностью. Те объятые в сильной горячую, а вы исполняют великого духовного удовольствия. Поэтому здесь все соответствует дару, а там все противоположно дару. Там принимающие таинства предаются великому сетованию и плачут. Стоят кругом дети плачущие, жена бьющая себя полонитом, друзья печальные, слуги обливающиеся слезами. Вид всего дома уподобляется какому-то ненасытному, ненастному и мрачному дню. А если раскроешь самое сердце лежащего, как ветры сирикой силой, стремляющиеся один против другого, разделяют море на многие части, так и мысли о постигающих его тогда бедствиях. Внедряясь в душу больного, разрывают сердце его на множество забот. Взглянет ли он на детей, представляет их всеродство. Взглянет ли на жену, думает об ее вдовстве. Взглянет ли на слух, приходит на мысль запустения всего дома, обратится ли к самому себе. Припоминает свою настоящую жизнь и готовясь расстаться с ней, покрывается великим облаком печали. Такова душа намеревающегося тогда принять таинство. Потом среди такого смятения и беспокойства входит священник, который для больного страшнее самой горячки, а для приближенных к больному ужаснее смерти. Потому что прибытие священника считается знаком большей безнадежности, нежели голос врача, отчаивающегося в жизни больного. И источник вечной жизни кажется знаком смерти. Но я еще не сказал о самом главном зле. Часу среди смятений, со стороны родных и приготовлений душа, покинув тело, отлетает. А многим и присутствие ее не приносит никакой пользы. Потому что если готовящийся принять таинство не узнает присутствующих, не слышит их голоса и не может произнести тех слов, посредством которых он должен вступить в блаженный завет с общим всем нам, владыкою, но лежит как безжизненное дерево или камень, нисколько не отличаясь от мертвого, то какая польза от принятия таинства при таком бесчувствии? 251. Тому, кто намеревается приступить к священным и страшным таинствам, надлежит быть трезвым и бодрым, свободным от всякого житейского попечения, исполненным великого любомудрия, целомудрия и великой ревности, и вторгнуть из ума всякие помыслы чуждые таинствам, и сделать храмину свою во всех отношениях чистую, как намеревающемуся принять самого царя. Так подготовлен ваш ум, таковы ваши помыслы, таково настроение вашей души. Ожидайте же за столь прекрасное расположение достойны награды от Бога, который воздаяниями своими превышает заслуги, оказывающих ему повиновение. Но так как и сослужителям надлежит привносить должное с их стороны, то и мы привнесем должное с нашей стороны, или лучше и это не наше, а также владычнее. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 1 Коринфянам 4,7. Хотел бы я прежде всего сказать, почему наши отцы узаконили из всего года в это время допускать чат церкви, принять из таинства крещение, и для чего они положили после наших поучений раздевать вас и разувать, и раздетых и разутых, покрытых только одной сорочкой, препровождать к словам заклинателей. Не просто и не напрасно они установили этот вид и это время, но то и другое имеет таинственное и глубокое значение. Хотел бы я открыть его вам, но вижу, что теперь беседа призывает нас к другому, нужнейшему предмету. Нужно сказать, что такое крещение, для чего оно введено в нашу жизнь, и какие блага оно доставляет нам. Но если хотите, будем беседовать наперед о названии этого таинственного очищения. Оно называется не одним наименованием, но многими и различными. Так это очищение называется Бани Паки Бытия. Спаси нас, говорит апостол, Бани Паки Бытия и обновление Духа Святого. Называется и просвещением, как называет его опять Павел. Вспомните прежние дни ваши, когда вы были просвещены и выдержали великий подвиг страдания. Евреям 10.32. Еще. Невозможно просвещенных и вкусивших благого глагола Божия отпадших снова обновлять покаянием. Называется и крещением все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Называется и погребением, погреблись ему, говорит крещением, смерть. Называется и обрезанием, в нем и обрезаны обрезанием нерукотворенным с облечением греховного тела поти. Называется и крестом, ветхий наш человек распят с ним, да упразднится тело греховное. Можно указать много и других его наименований, но чтобы нам не употребить всего времени на исчисление названия этого дара, обратимся теперь к первому названию. И объяснив его значение, прекратим беседу, реже начнем немного издалека. Есть общее всем людям омовение посредством бань, которое обыкновенно омывает нечистоту телесную. Есть омовение иудейское, которое хотя важнее первого, но гораздо ниже благодатного, так как и оно омывает нечистоту телесную. Но не только телесную, а и зависящую от немощной совести. Есть много вещей, которые по свойству своему не нечисты, но становятся нечистыми от немощи совести. Как в отношении к детям, маске и прочее пугалище, которые по свойству своему не страшны, кажутся детям страшными по слабости их естества, так и в отношении к тому, о чем я сказал. Например, прикосновение к мертвым телам по свойству своему не нечисто, но когда оно случится с человеком немощной совестью, то делает прикоснувшегося нечистым, что это дело по свойству саму не нечисто, показал сам учредитель закона Моисей, который нес с собой мертвого Иосифа и однако оставался чистым. Посему и Павел, рассуждая о такой нечистоте, происходящей не от природы, а от немощи совести, говорит так, я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Римлянам 14.14. Видишь ли, что нечистота происходит не от свойства вещей, а от немощи, помышления. Еще, ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Видишь ли, что не вкушение, но соблазнительное вкушение бывает причиной нечистоты. 252. Такую скверну очищало иудейское омовение, а омовение благодатное очищает не такую нечистоту, но действительную, которая производит великое сквернение вместе с телом и в душе. Оно делает чистыми не те, которые прикоснулись к мертвым телам, но которые коснулись мертвых дел. Развратник ли кто, или блудник, или излослужитель, или сделал какое-либо другое зло. Хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки. Но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй, чище лучей солнечных. А что бы ты ни считал сказанного преувеличением, послушай Павла, который говорит, «Или не знаете, что неправедное царствие Божие не наследует. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царство Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6, 9, 10. Но как это, скажешь, относится к вышесказанному? Требуется показать, очищает ли все это сила купели. Выслушай же и дальнейшее. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Мы обещали вам показать, что входящий в эту купель очищается от всякой порочности, но речь наша показала больше, то есть, что они делаются не только чистыми, но и святыми, и праведными. Он не только сказал «Омоетесь», но и осветились и оправдались. Что может быть удивительнее этого, когда без трудов, усилий и добрых дел происходит оправдание? Таково человеколюбие божественного дара. Он делает праведными и без усилий. Если указ царя, написанный в немногих словах, отпускает на свободу виновных в бесчисленных преступлениях, а других возводит на высочайшую степень почестей, то тем более Святой Дух Божий Всемогущий может и избавить нас от всякого зла и даровать нам великую праведность и исполнить нас великого дерзновения. И как искра, упавшая в необъятное море, тотчас угасает, и поглощенная множеством воды становится невидимою, так и вся человеческая порочность, погружаясь в купель божественного источника, потопляется и исчезает скорее и легче той искры. Если же эта купель отпускает все наши грехи, то почему скажешь, она называется не купель отпущения грехов или купель очищения, но баней, паки бытия, потому что она не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от грешений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся. Подлинно она вновь создает и устрояет нас, не образовывая нас опять из земли, но созидая из другой стихии, из естества водного, она не просто омывает сосуд, но снова переплавляет его всецело. Омываемое хотя бы тщательно было очищено, сохраняет следы своего качества и носит остатки нечистоты, но ввергаемое в горнил и обновляемое посредством пламени, очистившись от всякой нечистоты и бы вынутой из печи, испускает такой же блеск, как и вновь отлитые вещи. Как кто-нибудь взяв золотую статую, загрязнившись от долгого времени дыма, пыли, ржавчины, и перелив ее, возвращает ее нам чистейшую и блестящую, так и Бог, взяв наше естество, поврежденно ржавчиной греха, затемненную великим дымом при грешении и потерявшая ту красоту, которую он даровал ему вначале, снова переплавляет его, ввергая в воды, как в горнила, и вместо огня не спасывая благодать духа, и потом выводит нас оттуда пересозданными, обновленными и в блеске, не уступающими лучам солнечным, сокрушив ветхого человека и устроив нового, более светлого, нежели прежний. 254 На это сокрушение и таинственное очищение, указывая нам, пророк некогда сказал, как сосуды вершечника сокрушишь их, а что здесь речь о верных, ясно показывает нам предшествующие слова, «Сын мой ты, говорит, ныне я родил тебя, просил меня и дам тебе народы в достоянии и концы земли во владение тебе». Видишь ли, как он упомянул о церкви из язычников и указал на устроенное везде царство Христово. Потом еще говорит, «Будешь пасти их жезлом железным, не тяжелым, но крепким, как сосуды вершечника сокрушивших». Вот представляется и купель в таинственном смысле. Он не просто сказал, «Сосуды глиняные, но сосуды горшечника». Вникните, разбитые глиняные сосуды не могут быть исправлены по причине однажды полученной ими твердости в огне, а сосуды горшечника только приготовленные из глины, но еще не обожженные, если повредятся, легко могут принять другой вид от искусства художника. Посему говоря, о каком-нибудь неисправимом бед сей Бог приводит в пример не сосуды горшечника, а сосуд глиняный. «Так, когда он хотел внушить пророку и иудеям, что он предал город неисправимому бедствию, то повелел взять глиняный сосуд, разбить его перед всем народом и сказать, «Так погибнет город и сокрушится»» Иеремии 19.10. «Когда же он хотел подать им добрые надежды, то привел пророка в дом кудельника, горшечника, и не указал ему на сосуд глиняный, обожженный, а указал ему на сосуд необожженный, выпавший из рук горшечника, и прибавил, говоря, «Если горшечник этот, подняв выпавший сосуд, снова исправил, то тем более я разве не смогу исправить вас падающих?» Итак, Бог может не только исправить нас бренных посредством бани паки бытия, но и по принятии силы духа падших привести в прежнее состояние посредством искреннего покаяния. Впрочем, теперь не время говорить нам о покаянии. Или лучше, да не будет такого времени, когда бы вы нуждались в этом врачебстве, но да сохраните вы навсегда неповрежденную ту красоту и светлость, какую вы имеете получить ныне. А чтобы вам всегда сохранить ее, побеседуем с вами немного и об образе жизни. В этой школе борьбы не опасны для отоборцев падения, потому что идет борьба между своими, и все упражнения делаются на телах учителей. Когда же наступит время подвигов, когда откроется поприще, когда соберутся зрители, когда явится подвигоположник, тогда уже необходимо будет или будучи нерадивыми, пасть и удалиться с великим бесчестием, или же оказав рвение, получить венцы и награды. Так и для вас эти 30 дней подобны некоторой школе борьбы, времени учения и упражнения. Получимся в эти дни побеждать злого беса, потому что после крещения мы должны будем против него выступить, с ним бороться и сражаться. Будем же с этого времени узнавать козни его, как он коварен, откуда он удобно может вредить нам, чтобы по наступлению подвигов нам не изумляться и не смущаться, видя новыми для себя уловки его, но приготовившись упражнения между нами самими, изучив все его козни, смело вступать в борьбу с ним. Он обыкновенно вредит нам всеми мерами, но особенно посредством языка и уст. Никакой другой член так не пригоден ему для обольщения погибели нашей, как невоздержанный язык и необузданные уста. Отсюда происходит с нами много падений, через это мы впадаем в тяжкие вины. Объясняя, как легко пасть через язык, некто говорит, многие пали от острия меча, но не столько, как от языка. И показывая тяжесть такого падения, он прибавляет, поползновение на земле лучше, нежели поползновение от языка. Серахов 20.18. Смысл слов его следующий. Лучше, говорит, упасть и разбить тело, нежели произнести такое слово, которое губит нашу душу. И не только, говорит он, о падениях, но и увещевает иметь великую предусмотрительность, чтобы не падать. Устами твоими, говорит, устам моим, сделай запору и дверь. Не то, чтобы мы приготовили двери и запоры, но чтобы с великой заботливостью удерживали язык от непристойных слов. И еще в другом месте пророк показывает, что при нашем старании и прежде нашего старания мы имеем нужду в высшем содействии, чтобы удержать внутри этого зверя. И, простирая руки к Богу, говорит, воздеяние рук моих как жертвы вечерние. Положи, Господи, охрану устам моим и дверь ограждению устам моим. Так же и тот, которого увещания приведены прежде. И он опять говорит, кто дал бы мне в уста мои хранилище и на уста мои печать разумную. Видишь ли, как каждый из них страшится этих падений, плачет, дает советы и молится, чтобы язык был тщательно сохраняем. Но почему, скажешь, Бог дал нам этот член в начале, если он приносит нам такую погибель? Потому что он приносит и великую пользу. И если бы мы прилагали старания, то он приносил бы только пользу и никакого вреда. Послушай, что говорит тот, кто сказал и прежнее. Смерть и жизнь в руке языка. И Христос выражает то же самое, когда говорит, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12.37 Язык находится посередине между таким или иным употреблением. А ты, господин, его. Так и меч лежит посередине. Если ты употребляешь против врагов, то он делается спасительным для тебя орудием. Если же ты нанесешь удар самому себе, то причиной поражения бывает не свойство железа, а твое беззаконие. Так будем рассуждать и об языке. Он меч, лежащий посередине. Изощряй же его для обличения своих грехов, а не для нанесения удара брату. Для того Бог оградил его двойной стеною, рядом зубов и оградой губ, чтобы он не произносил непристойных слов скоро и неосмотрительно. Удерживай его за ними. Если же он не удерживается, то усмиряй его зубами, придавая плоть его им, как бы палачам, и кусая его, потому что лучше ему ныне быть искусственным за грехи, нежели тогда жаждать капли воды и иссыхая в огне не получать облегчения. А он обыкновенно совершает много и других грехов, когда злословит, хулит, сквернословит, клевещет, клянется, нарушает клятвы. 256. Но чтобы говоря вам сегодня о всем вдруг не обременить вашего ума, мы предложим вам сперва один закон хранить себя от клятвы, предупреждая, что если вы не будете избегать клятву, то есть не только клятву преступления, но если не будете избегать и клятву произносимых в пределах справедливых, то мы не будем говорить вам более никаком другом предмете. Нелепо было бы, если бы в то время как учителя грамоты не преподают детям другого урока, пока не увидят, что первый хорошо запечатлен их памяти. Мы стали преподавать дальнейшее тем, которые не могут с точностью пересказать прежнего учения. Это значило бы не что иное, как лить воду в дырявую бочку. Итак, чтобы вам не заградить наших уст, приложите великую ревность к этому предмету. Подлинно тяжек этот грех и весьма тяжек. Он весьма тяжек, потому что не кажется тяжким. Потому я и боюсь его, что никто не боится его. Потому эта болезнь и неизлечима, что она не считается болезнью. Как простой разговор не есть вина, так и это не представляется виною. Но с великой дерзостью совершается это беззаконие. Если кто станет осуждать, то поднимается тотчас смех и множество насмешек не над теми, которые осуждаются за клятву, а над теми, которые стараются исправить это зло. Потому-то я и веду продолжительную речь об этом, что хочу исторгнуть глубокий корень и уничтожить долговременное зло. Разумею не только клятву преступления, но и самые справедливые клятвы. Но такой-то скажет человек хороший, имеющий сам священство, живет весьма целомудренно и благочестиво, однако клянется, не говори мне об этом хорошем, воздержанном благочестивом, имеющем сам священство, но если хочешь, пусть это будет Петр или Павел с неба, я и тогда не посмотрю на достоинство лица, потому что я читаю закон о клятве не рабский, но царский, а когда читается царский указ, тогда должно умолкнуть всякое достоинство рабов. Если ты можешь утверждать, что Христос повелел клястье, или что Христос не наказывает за это, докажи, и я покорюсь. Если же Он в такой ревности запрещает это и оказывает такую попечительность об этом предмете, что ставит клянущегося наравне с лукавым, а что сверх того, то от лукавого, говорит Он, то для чего ты представляешь мне такого-то и такого-то? Бог произнесет приговор над тобой, основываясь не на набережности подобных тебе рабов, а на предписании своих законов. Я повелел, скажет Он, и нужно было повиноваться, а не ссылаться на такого-то и не заниматься чужими грехами. 257-я страница. Если великий Давид впал в тяжкий грех, то скажи мне, неужели поэтому для нас безопасно грешить? Почему нужно остерегаться этого и соревновать только добродетелям святых? А где неродение и преступление закона, оттуда нужно убегать с великим чищанием, так как мы имеем дело не с подобными себе рабами, а с владыкой, и ему мы дадим отчет во всем, что сделали во время жизни? Итак, будем готовиться к тому суду. Как бы ни был удивительен и велик тот, кто нарушает этот закон, он непременно получит наказание, назначенное за преступление, потому что Бог нелицеприятен. Как же и каким образом можно избежать этого греха? Нужно не только показать, как тяжик грех, но и дать совет, как избежать его. Ты имеешь жену, имеешь слугу, имеешь детей и друга, и родственника, и соседа. Всем им поручи охранять себя в этом отношении. Привычка дело важное, трудно отстать от нее и уберечься. Она часто сбивает нас против нашей воли и нашего сознания. Итак, чем более ты знаешь силу привычки, тем более старайся освободиться от худой привычки и приучай себя к другой полезнейшей. Как теперь худая привычка часто может увлекать тебя, несмотря на твое старание, опасение, осторожность, заботливость, так тогда, когда ты приучишь себя к доброй привычке, не клясться. Ты никогда не допустишь себя впасть в грех клятвы, несмотря даже на свое желание и небрежность. Привычка поистине великое дело, она имеет силу природы, почему, чтобы не трудиться непрестанно, приобретем себе другую привычку. У каждого из живущих и обращающихся с тобою проси милости, чтобы он советовал и увещевал тебя избегать клятву и обличал тебя, когда ты окажешься виновным в этом. Делаемое имя тебе прозастережение послужит и для них советом и побуждением к такой же добродетели, так как осуждающий другого за клятвы не скоро сам впадет в эту пропасть, а частые клятвы немалая пропасть не только тогда, когда они касаются предметов маловажных, но и тогда, когда касаются предметов весьма важных. Мы же и покупая овощи, и споря о двух оболах, и гневаясь на слух и угрожая им, во всем призываем во свидетели Бога. По таким предметам ты не посмеешь на торжеще призвать свидетелей человека свободного, облеченного каким-нибудь обыкновенным саном. Если же решишься, то подвергнешься наказанию за обиду. А царя небесного и владыку ангелов ты влечешь свидетельство в разговоре и о торговле, и о деньгах, и о других мелочах. Возможно ли терпеть это? Каким же образом мы можем освободиться от этой худой привычки? Обставим себя теми стражами, о которых я сказал, назначим себе определенное время для исправления и положим наказание, если по того времени не справимся. А сколько времени достаточно будет нам для этого? Я не думаю, чтобы людям весьма трезвенным, бдительным и неусыпно пекущимся о своем спасении нужно было более десяти дней для совершенного оставления худой привычки клястья. Если же мы и после десяти дней будем замечены в клятве, то наложим на себя наказание и назначим величайшее возмездие и пеню за преступление. Какое же наказание? Этого я не определяю, но предоставляю вам самим власть приговора. Так будем поступать самими собой не только в отношении к клятвам, но и в отношении к другим просудкам. Будем назначать себе время для тягчайших наказаний, если когда допустим эти просудки, чтобы нам прийти чистыми к нашему владыке, избавиться от огня гиенского и с дерзновением предстать предпрестолом Христовым, все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым отступен со Святым Духом. Слава во веки веков. Аминь.